Привет, бро! С тобой Воблер, и успей поставить лайк за 3 секунды, если сейчас у тебя на улице зима, считаю. Раз, два, три. Я тоже готов ставить лайки, но, к сожалению, у меня на улице зима, но снега нет. Напиши в комментариях, у тебя есть на улице снег или нет? Я, если честно, снег видел только в роликах, а в этом году так-то снега у нас много и не было. Сейчас вообще дождь какая-то такая вот мряка, и ничего интересного нету. Вообще не похоже, что это зима, как будто какая-то поздняя осень. Также, бро, обязательно спустись в комментарии, напиши, когда у тебя начинаются учебные занятия, когда ты уже выходишь в школу, либо в другое свое учебное заведение, там, институт, универ. То есть до какого числа у тебя каникулы? А мы с тобой сейчас завершим уже прохождение этой игры. Это у нас игра Stick War Legacy. Мы играем на самом сложном уровне, да, сложности. Это безумно, на английском он называется Insign. Мы уже все тут прошли, мы вообще с тобой крутые. Сейчас мы должны попробовать пройти это дополнительный уровень номер 5. Вот так вот. Мы попробуем здесь все повоевать и посмотрим, что у нас с этого получится, бро. То есть получится вообще у нас пройти или нет. Как ты помнишь, что у нас вообще с тобой есть? Смотри. О, одна на двоих. Руда! Мы должны с тобой быстренько все тут раскопать. Давай, наверное, лучников сделаем и вот таких вот ребят, которые сейчас пойдут в атаку. Ага. Тут уже враги начали добывать руду. У них Stickman идет! О, боже мой! Мы с тобой попытаемся играть без бустов. Если мы будем проигрывать, тогда мы же с тобой применяем такие вот бусты дополнительные, которые у нас есть. Различные покупочки здесь за кристаллы. Давайте, замковые. Ну, уничтожьте вы этого Stickman. Ну, молодцы, конечно. Давай. Давай даже в атаку побежим. Кто у них там есть? А, у них один чувак с мечом. Два чувака с мечом. Ну, давайте, убейте. У нас лучник есть. Отлично. Лучник 39 наносит урона. Пасны добываем. Я бы, конечно, еще рудокопов сделал. У нас уже пошел Stickman. Может быть, стоит мне взять Stickman. Ой, нашего... Ох, тоже убили. Stickman пошел в атаку. Stickman против Stickman. Пишите в комментариях, кто победит. Вроде бы они у нас оба крутые. А у нас даже... Ой, к ним помощь пришла. Так нечестно, чувак. У нас тоже Stickman в помощь. Давай, партишка. Два на одного сверху. Нечестно. Снизу тоже два на два. Блин, два на одного. Гасите. А там еще у нас лучник. Давай, давай. Руда, руда. Наши рубят. Ай, мне кажется, больно. Нашим довольно больно. Отходим на базу, пацаны. Я понимаю, что... Ой, гонятся за нами. Где наши замковые лучники? Срочно, замковые. Огонь. В лоб. 57 нанес урона. Давай. Еще два. Два зеленых. Слушайте, на нас какие-то... Деревянные Stickman нападают. Повелители. Эльфы, эльфы. Или вот эти... Лесные нимфы. Или кто они там в лесу живут-то? Давайте, накидывайте. Так, наша статуя стоит. Ха-ха. Давай, вали, вали его. Смотри. Такое ощущение, что у них Stickman какие-то... Рудокопы. Они пришли руду добывать с нашей статуи. Да что же это такое? Так, вы задолбали. Пошли в атаку. А то их лучники нападают и нападают. Они что, добывают руду? А мы не добываем. Вот в чем весь минус. У нас уже пошло два Stickman капитона. У нас много лучников. Мы сейчас будем играть от лучников. Не знаю, что у нас вообще получится или нет. То есть, самый сложный режим. Это безумно. На английском Insign. И мы с тобой вообще проходим без доната. Мы, по-моему, в одном режиме только юзали донат. Там, где надо было жестко. Там, где все было прокачено. Ну, по-другому никак там. Ты же сам знаешь, насколько сложно у нас там все было. Если ты смотрел все серии, то ты знаешь, о чем я говорю. Ну, лучники, отлично вырубили всех. Давай мы от лучников будем играть. У нас лучников будет больше. Может, наши все-таки смогут сейчас рудокопа вырубить. Видишь? То есть, мы даже не будем пока идти на их статуи. Мы сейчас строим много лучников, чтобы наши лучники разбили. Давайте, ну, гасите. Давайте, отходим в замок. В замок. Блин. Все-таки один стикман у них довольно мощный. Не трожь нашего рудокопа. Он сейчас ударит рудокопа, и он умрет. Блин, давай, 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 давай. Ну. Еще тут идет. Слушайте, мне кажется, что-то лучников я неправильно поставил. А у нас статуя чуть-чуть отхилилась. У нас замковые. Ну, давайте, рубите. У нас даже некому выйти, чтобы убить врага. Фух, спасли. Я думал, что мы... Блин, вот эти стикмены, которые бегут, которые бронированы, да, капьетоны, они мешают нам вообще как-то выйти. Давай, 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 накидывай. Снова с мечами. У нас золото никто не добывает. У нас корона приносит золото. Я, конечно, понимаю, что все хорошо. Короче, пошли. Идем в атаку. Снова. О, у нас уже есть три штучки с мечами. Да, прыгайте. У врага. Ну, у врага есть рудокопы. Смотри, снова рудокопов наклепал, гад. Нам нужна какая-то такая атакующая единица. Надо капьетонов делать. На капьетона надо 500 золота. У нас нету такого количества. А что на... У нас рудокопов только 4 штуки. Эээ, где наши рудокопы? Смотри, мы их нагнали. Эээ, не-не-не-не, отходим, пацаны. А то вы сейчас получите. Нашим рудокопам вообще жестко досталось. Так, наши носят. Я капьетона построил или нет? Или я хотел построить, а потом ничего-то денег не было? Я такой, ну да ладно, да? Руды, руды. Они в атаку идут. Давай мы тоже в атаку пойдем. Ага, у них 3 чувака с мечами. И 2 лучника. Накидываем. Давай, давай, давай. Валите рудокопов. Они тоже по рудокопам стреляют. Хитрожопые. Они не бьют по нашим лучникам. А я-то смотрю, что-то как это у нас рудокопов маловато, да? О, вот так вот в защиту. Еще рудокопа давай. Так, лучник один умер. Больше руды. Это вся наша руда. Реально такое ощущение. Что мы 2 королевства каких-то боремся, блин, за одну руду. Ну, потому что золото это круто, ребята, согласитесь. Давай в атаку. Наши лучники решают. Но есть кому защищать лучников. У нас есть стикман. Я даже не знаю, какое они подкрепление могут вызвать. Может, это довольно будет большая армия. Пока у нас все получается, мы будем чисто добывать руду. Кстати, руда самая ближняя. К нам уже заканчивается. У них тоже 2 ближних кусочка есть к ним. Бежит с мечами. У них 1 рудокоп. Нища. Давай 2 стикманов заделаем. В атаку все. Он пошел. А, он замкового выпустил. Ха, замковых. А, ты не выйдешь. Чувак, у тебя ничего не получится. Побольше. Ну, у нас, в принципе, лучники есть. Надо делать тех, кто будет ломать статую. У нас даже стикман отжимается. Давай, давай. Вали, вали, вали его. О, хорошо. Давай в атаку пойдем. Надо их последнего рудокопа убить. У них вообще никто не сможет добывать. Ну, давайте, лучники, убейте его. Нет, назад. Пока еще рано идти. Я не знаю, что у них там может быть. Может, они вызовут подкрепление великана. И он вообще наших всех убьет. Пока добываем золото. Пока у нас преимущество. Вот, бежит уже. Давай, давай. Ого! Как ты троих сделал? Откуда у тебя столько денег? Ты в кредиты полез? В кредитное рабство ты залез, что ли? Так, давай. Ну, смотри. Мы тут, в принципе, неплохо-то делаем все. Мне кажется, рудокопов хватит. Надо строить боевые единицы. Я бы даже, наверное, одного великана сделал бы. Потому что великан у нас более-менее бронирован. Так, а что это такое за армия бежит? Вы откуда? Как он вообще может делать трех чуваков с мечами? Трех стикменов? Это невозможно. Он два раза махнул киркой, выпустил троих. Два раза махнул, выпустил троих. Вообще магия какая-то. Все, я делаю великана. А что там? Не хватило надо троих, что ли? Одного только выпустил. Ну, да ладно. Давай мы его тоже сейчас прикончим. Иди сюда. Смотри, сколько у нас стикменов. А вдруг у них маг выйдет? Так, наши туда-сюда бегают. В принципе, неплохо. Давай еще одного великана, может, сделаем? Идут. Кто-то скажет, воблер, давай уже атакуй, что ты с ними возишься. Согласен. Все, идем в атаку. Надеюсь, я не пожалею. Потому что переигрывать уровень у меня почему-то нету желания, ребята. Давайте в атаку идите. Ломайте статуи. А может, они даже, если и вызовут подкрепление, оно ничего нам не сделает. Потому что у нас очень много стикменов. Главное, чтобы наши стикмены никуда не пошли. Так, кто у них с подкрепления? Где ваше подкрепление? Наш великан, кстати, подходит. Он такой говорит, сейчас вам всем хана. Прошли уровни, ребята. Смотрите. На изи. А, у них стикмены вышли. Много вышло стикменов. Давай, ломай. Наши лучники стреляют по статуе. Блин, у них реально много стикмена. Великан, ломайте статую. Фух. Ну все. Мы с тобой прошли. 8 минут мы дохались. О, смотрите, что-то даже получили 100%. А, типа, что мы всю компанию прошли. Я понял. Ребятки, ну что ж, это было реально увлекательно и крутое путешествие по новым уровням, а также по всей компании Гристик Вор Легости, где мы с тобой проходили это на самой сложной сложности, которая называется по-английскому Inside, либо по-русскому Безумно, а также у нас в Оружейной был самый дорогой скин. Это был скин вампиризма, и мы с тобой реально с ним поиграли. Но, если честно, он не сильно-то и крутой. Я не знаю, он стоит так много, а от него, блин, как-то бонусов не так уж и много, как хотелось. Мне кажется, что самые крутые оболочки. Это обычный, да, где травяной, потому что он уменьшает стоимость юнита, а также увеличивает скорость постройки. И ледяной, потому что ледяной хотя бы как-то там что-то замораживает противника. Остальные как-то, ну ни о чем, потому что один идет против мертвых, вот этот, по-моему, с косой, вот этот что-то лава там, ну, короче, первые два скина самые крутые. А с тобой был Воблер, оставайся на канале, сегодня будет 100-500 миллионов роликов, и ты их все, конечно же, сможешь посмотреть. Также не забывай подписываться. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok